Естественно, без всяких вспомогательных глаголов, это разговорная речь, много незаконченных предложений. Я бы как ее перевел? Переход от чего-то к чему-то. Готов всем помогать, это было бы круто. Друзья, всем привет! Канал Английский простым языком на связи. Меня зовут Никита. Сегодня у нас с вами будет такое достаточно интересное интервью, интересный разбор, потому что сегодня мы с вами будем разбирать гостя, которые имеют такой прям хороший, я бы сказал, классический, сильный британский акцент. Сегодняшний выпуск у нас будет с бывшим ведущим Late Night Show, одного из самого популярного вечернего шоу на американском рынке, это Джеймс Гордон. Вот, поэтому начинаем наш сегодняшний выпуск с Джеймсом Гордоном, который имеет очень сильный британский акцент. Поехали! Мне только что пришла в голову прекрасная идея провести сегодняшний выпуск без субтитров с этим британским акцентом. Я хочу, чтобы сегодня была прям такая полезная жесть для наших английских ушей. Начинаем наш разбор. Так, давайте переслушаем. It's good to see you. То есть так вот прям вскользь говорить, тихо. It's good to see you. То есть, ну, приятно тебя видеть, рад тебя видеть. It's good to see you. It's good to see you. How are you doing? I'm good. How are you? То есть, я хорошо, все хорошо. It's ok. Что насчет тебя? Как у тебя дела? I was just telling the audience. То есть, я вот только что говорил аудитории. I was just telling the audience. I knew you'd come crawling back. I knew you'd come, or you'd, как сокращенно, you'd, or you'd come, you'd come crawling back. I'm good. How are you? I'm good. I was just telling the audience I knew you'd come crawling back. I knew... То есть, как бы приползти назад к кому-то. Давайте сразу, еще раз, для тех, кто не в курсе. Джеймс Гордон, это бывший ведущий вечернего шоу с Джеймсом Гордоном, которое так и называлось, мега было популярное вечернее шоу, он ушел, ну, завершил, скажем так, свою карьеру ведущего. Это Джимми Киммел, который ведущий текущего шоу, другого, его тоже собственного вечернего шоу, и он, типа, шутит, что вот-вот приполз, типа, назад, crawl back. To crawl back, и в скобочке, видите, к кому-то, to someone, to admit that you are wrong, and ask someone to forgive you, or ask them for something that you were offered and refused in the past. Подтвердить, согласиться с тем, что ты был неправ, и попросить кого-то простить тебя, или попросить их за что-то, или дать тебе что-то, that you were offered, видите, это пассивная форма, то, что тебе было предложено, и от чего ты отказался в прошлом. In the past, to come crawling back, то есть прийти, как бы, приползя назад, crawl back, приползти обратно. I knew it all alone, I knew it all alone, I knew it all alone, то есть я все это время знал, видите, с самого начала, I knew it all alone, то есть я все это знал всегда, или с самого начала. I knew you'd come crawling back, I knew it, I knew it all alone. Yeah, no, I know, it's hard, it's hard. Do you miss this at all, is there anything about it that you miss? I know it's hard, yeah, я знаю, это тяжело, I know it's hard, то есть приползать вот так назад, I know it's hard. Do you miss this at all, is there anything about it that you miss? Естественно, без таких вспомогательных глаголов, это разговорная речь, you miss this at all, то есть ты как бы скучаешь об этом, и потом at all, вовсе, всегда, вообще, то есть ты вообще скучаешь об этом, ну вот об этом, обо всем. You miss this at all, it's hard. Do you miss this at all, is there anything about it that you miss? Well, is there anything about it that you miss? Есть что-то вообще вот об этом, о чем ты скучаешь? I know, it's hard. It's hard. You miss this at all, is there anything about it that you miss? Yes. It's, it's, it's an adjustment. Так, давайте мы сейчас переслушаем вот эту вот первую нашу часть, также без субтитров. How are you doing? I'm good, how are you? I'm good, I was just telling the audience I knew you'd come crawling back, I knew it, I knew it all along. Yeah, no, I know, it's hard. It's hard. Do you miss this at all, is there anything about it that you miss? Well, yes, it's, it's an adjustment. We talk about this a lot. We talk about this a lot. How long do you think, how long are you gonna... It's, it's an adjustment. It's an adjustment. To adjust. Это что-то, знаете, подкручивать, настраивать, допустим, какие-то настройки. Видите, то есть это что-то регулировать, приспосабливать. И adjustment, это понятно, что исходит, ну, из этого глагола. То есть это какая-то регулировка, устанавливание чего-то, корректировка, либо регулировка чего-то. Больше, наверное, вот видите, приспосабливаться. Adjustment – это приспосабливание к чему-то. То есть adjustment – это такое приспосабливание, регулирование чего-то. Можно вот так вот регулировать сиденье. He's adjusting, то есть он настраивает, регулирует, he's adjusting a bike's seat. То есть он настраивает сиденье своего велосипеда. Также еще, кстати, интересно, для велосипеда можно использовать, знаете, еще не сид, как сиденье, а как стоило – saddle. То есть a bike – saddle. Saddle – это как седло, суппорт или суппорт, седловина. То есть, ну, вот для велосипеда, потому что они называются именно bike saddles. Yes, it's an adjustment. We talk about this a lot. We talked about this a lot. Мы говорили об этом много. И вот сейчас будут очень такие прерывистые предложения, немножко слов-паразитов. Приготовьтесь, но мы справимся. Because I mean, because I mean, то есть, потому что я имею в виду, because I mean, because, because. Одни незаконченные предложения, еще раз. How long do you think? Как долго ты думаешь, и потом. How long are you gonna, are you gonna, как долго ты собираешься, опять прерывистое предложение, то есть, много незаконченных предложений. How long do you think? How long are you gonna? Я бы как ее перевел. Давайте послушаем чуть вперед. How long are you gonna, I feel like, when the day comes, when you say, you know, I'm gonna stop hosting. Они здесь говорят с отсылки в прошедшее время, но используют настоящее. Представьте, что вот их разговор происходит в прошедшем времени, потому что они все равно говорят про то, что уже произошло, но вот как будто они сейчас об этом говорят, до того момента, когда он перестал вести шоу. I feel like, when the day comes, I feel like, when the day comes, то есть, вот этот день, когда он закончит вести свое шоу. How long do you think? How long are you gonna, I feel like, when the day comes, when you say, When you say, когда ты скажешь, когда ты скажешь, You know, I'm gonna stop hosting this show. I'm gonna stop hosting the show, то есть, when I, I'm gonna stop hosting the show, то есть, он прекратит вести шоу. I'm gonna stop hosting the show. The day comes, when you say, you know, I'm gonna stop hosting this show. I really feel like I'm ready to help you or any... I really feel like I'm ready to help, то есть, я, он, то есть, он тогда так вот говорил, что я, типа, ну, готов, после того, как я закончу это шоу, When the day comes, I'm ready to help you, то есть, я как бы готов, тогда был готов помочь тебе. I really feel like I'm ready to help you or any other host. Oh, really? I really feel like I'm ready to help you or any other host, то есть, тебе или каким-либо другим ведущим. Host – это ведущий. Host – a host of the show. Ведущий какого-то show. I really feel like I'm ready to help you or any other host. Oh, really? That would be nice. You would help me make the transition. That would be nice. Это было бы так приятно, прикольно. That would be nice. I really feel like I'm ready to help you or any other host. Oh, really? That would be nice. You would help me make the transition. You would help me to make the transition. Ты бы помог мне transition. Переход превращения. Переход от чего-то к чему-то. For example, I'm trying to make the transition from C1 level to C2 level, то есть, с уровня C1 до уровня C2. Making the transition from youth to adulthood can be very painful. В английском, видите, герунди. Переход или делание, вот это, перехода вот этого. From youth to adulthood can be very painful. Слово youth – это молодежь, юность. Переход с юности к взрослой жизни может быть очень болезненным. Can be very painful. Oh, really? That would be nice. You would help me make the transition. Like when you get out of prison and then there's an advocate. It's exactly right. That is exactly right. Шутка в чем заключается? Вот он, ну, перестал, то есть, он как бы перестал вести шоу, и он такой, типа, вот готов всем помогать. Это было бы круто. I really feel like I'm ready to help you or any other host. Oh, really? That would be nice. You would help me make the transition. It's like when you get out of prison and then there's an advocate. When you get out of prison and then, и затем, когда ты выходишь из тюрьмы или освобождаешься, there is an advocate, то есть, есть в виде конструкции there is, there are. Быстро все говорят, конечно, давайте еще раз переслушаем. Be nice, you would help me make the transition. It's like when you get out of prison and then there's an advocate. It's exactly right. When you get out of prison and then there's an advocate, то есть, как будто, знаете, есть адвокат. То есть, ты выпускаешься из тюрьмы, как бы прекращаешь вести это шоу, и потом ты такой, типа, адвокат, который вот как-то вот подсказывает, я не знаю, такая вот шутка. That's exactly right. Это вот прям точно, вот прям верно. That's exactly right. Так, давайте мы сейчас второй кусочек переслушаем, также без субтитров. Так, ну что, переходим к следующему кусочку. Даже слово understand, он недоговаривает, то есть, ты как бы не понимаешь, а потом другое предложение. Так, давайте мы сейчас чуть побольше послушаем. That is exactly right, because you don't understand, you know, you don't understand how institutionalized you are. It's extraordinary. But it's like you're institutionalized in a world where you get a standing ovation at the end of every day. You don't understand, you know, you don't understand. То есть, видите, даже он не договаривает слово understand, он просто you don't understand, то есть, ты не понимаешь. И потом следующее говорит предложение. Because you don't understand, you know, you don't understand how institutionalized you are. You don't understand how institutionalized you are. they gradually become less able to think and act independently because of having lived for a long time under the rules of an institution. Давайте попробуем по-русски догадаться, а потом посмотрим, как бы, русское определение. Это, видите, кто-то, кто становится institutionalized, they gradually, то есть, они такие постепенно, плавно become, становятся менее способными думать или действовать, вести себя независимо, because of, из-за того, что haven't lived for a long time, из-за того, что вот живят долгое время под какими-то правилами, под какими-то правилами какого-то института. В данном случае, в данном случае имеется в виду, что вот представьте, институт как кинематографа, кинобизнеса, вот этого бизнеса вечерних шоу, утвердившийся, мне, конечно, больше нравится английское определение, подтвердившийся, узаконенный, давайте еще добавим узаконенный. То есть, насколько таким вот утвердившимся, или вот, давайте так, вот насколько вот таким вот человеком, который вот менее способным думать или как-то вот действовать, независимо, вот таким вот ты становишься. Невероятно необычно, extraordinary, выдающийся, замечательный, исключительный, видите, допустим, Superman is an extraordinary hero, то есть, он такой вот герой, чрезвычайный, исключительный герой. It's extraordinary, but it's like you're institutionalized in a world where you get a standing ovation at the... In a world where you get, то есть, в мире, то есть, ты становишься вот таким вот institutionalized in a world в мире, в котором you get, you get. In your institutionalized in a world where you get a standing ovation at the... You get a standing ovation. Standing ovation. What does it mean? Что это означает? Standing ovation. Standing ovation. An occasion when the people in an audience stand up to clap at the end of a performance or speech because they liked it very much. То есть, это ситуация, события, когда люди, сидящие в аудитории, то есть, аудитория встает и начинает аплодировать. To clap, то есть, хлопать. At the end of a performance. В конце. Так, а где моя указка? What the hell? To clap at the end of a performance or speech. То есть, в конце представления, либо какой-то речи, аплодисменты стоя, скажем так. In your institutionalized in a world where you get a standing ovation at the end of every day. You get a standing ovation at the end of every day. В конце каждого дня. At the end of every day. You get a standing ovation at the end of every day. And that is... Yeah. What I've realized is it's really, it's really bad for you. What I've realized. Видите, время используется present perfect. What I have realized. То есть, что я осознал. What I've realized. What I've realized is it's really, it's really bad for you. What I've realized is it's very bad for you. Что ты get a standing ovation at the end of every day. То, что ты получаешь эти аплодисменты стоя в конце каждого дня, это плохо. Давайте мы сейчас с вами разберем все слова, которые мы сегодня с вами встретили. И пересмотрим еще раз данный кусочек, длиной почти в минуту, также без субтитров. To crawl back. Это приползти обратно. Crawl back. Видите? То есть, признать, что ты был неправ и попросить кого-то простить тебя и, скажем так, попросить их за что-то, что тебе уже предлагали и от чего ты отказался. Прости меня, пожалуйста. Я типа согласен на то, что ты мне предлагал до этого. I knew it all alone. То есть, я это знал с самого начала. Adjustment. Это регулирование приспосабливания. Приспособление. То есть, это вот видите, вот можно сидение от велосипеда регулировать по высоте, настраивать. Допустим, you know, как я и говорил до этого. For example, this man is adjusting a bike stable. То есть, он регулирует сидение велосипеда. Или bike seat. Сидение велосипеда. Host. Это ведущий. То есть, видите? A host of the show. То есть, ведущий какого-то шоу или выступления. Сложное слово для выговаривания. Как это выговорить? Как выговорить это слово? Institutionalized. Это утвердившийся, узаконенный. Настолько человек утвердился, вот который становится вот этим institutionalized. Вот он настолько утвердился, узаконился, что вот он менее способен думать или вести, или действовать independently. То есть, независимо от правил, видите? Under the rules of an institution. Extraordinary. Это выдающийся, замечательный, исключительный, необычный. Extraordinary. It was an extraordinary performance. Это было такое выдающееся выступление. Stand innovation. Это получать аплодисменты. Ну, получать с глаголом get, допустим, ему обычно аплодируют стоя, или он получает эти аплодисменты стоя, в конце каждого дня. He gets a standard innovation at the end of every day. Every single day. Абсолютно каждый день. Поэтому давайте мы сейчас с вами пересмотрим еще раз этот отрывочек, уже с пониманием тех слогов и выражений, которые мы сегодня с вами разобрали. Поехали! It's a good man to see you. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good. I was just telling the audience I knew you'd come crawling back. I knew it. I knew it all along. Yeah, no, I know. It's hard. You miss this at all? Is there anything about it that you miss? Well, yes. It's an adjustment. Yeah? Because, I mean, we talk about this a lot. We talk about this a lot. How long do you think, how long are you going to... Я чувствую, что, когда вы говорите, что я буду остановить этот шоу, я чувствую, что я готова вам, или другая. О, реально? Это было бы круто. Вы бы помогли мне трансляции? Как когда вы выживаете из-за prison, и там есть адвокат? Это точно, это точно, потому что вы не понимаете как институционализирует вы. Интересно. Но это как вы институционализирует Ну что, друзья, вот такое вот интервью мы сегодня с вами посмотрели с Джеймсом Гордоном. Как видите, мы сегодня с вами прошли через такой классический, хардкорный британский акцент. Я все-таки это интервью досмотрю до самого конца, потому что, честно говоря, мне интересно, чем это все закончится. Ну а мы с вами, друзья, увидимся в нашем следующем разборе. Всем пока!